Мы сегодня будем говорить о синдроме раздраженного кишечника. Можно сказать, что это самое распространенное хроническое заболевание на сегодняшний день, потому что по последним данным, общее количество людей, которые страдают этим симптомом, составляет около 900 миллионов человек. Это огромная цифра, поэтому считается, что синдром раздраженного кишечника является самым распространенным хроническим заболеванием на сегодняшний день. Самое главное, кроме большого количества больных, то, что большинство этих больных, это люди в возрасте от 30 до 40 лет, большинство из них женщин. И еще один очень интересный вопрос. Около 70% этих больных никогда не обращаются за медицинскую помощь. То есть они стараются лечить это заболевание дома и лечить теми средствами, которые подсказал или сосед, или знакомая. То есть это заболевание, которое меньше всего на сегодняшний день получает необходимую медицинскую помощь. Давайте начнем с самого главного вопроса. Почему возникает заболевание? Можно сказать, что несмотря на очень многие годы исследований во многих клиниках мира, на сегодняшний день точная причина возникновения синдрома раздраженного кишечника не установлена. Есть многие факторы, которые оказывают влияние. Такие как стресс, какие-то эмоциональные факторы, инфекция, нарушение качества питания, переедание. Есть факторы, которые указывают на то, что жирная пища, избита кофеина, влияет на это заболевание. Но сказать точностью, что является причиной, на сегодняшний день, к сожалению, пока не представляется возможным. Таким образом, можно сказать, что в настоящее время синдром раздраженного кишечника рассматривается как результат взаимодействия многих факторов, как биологических, так и социальных и психосоциальных факторов. Следующий вопрос, который необходимо уточнить, это что является главными симптомами, как надо и когда надо думать об этом заболевании. На сегодняшний день можно сказать, что синдром раздраженного кишечника протекает по трем основным группам. Одна группа заболеваний, которая протекает с учащением частоты стула. Вторая группа заболеваний, которая наоборот протекает с уменьшением действия кишечника. И третья группа, которая протекает с болями в животе. Главными симптомами этого заболевания является, в первую очередь, учащение стула больше, чем 3 раза в день. Вторая очередь, это наоборот, когда стул меньше, чем 3 раза в неделю. Это считается уже, наоборот, уменьшением количества стула, частоты стула за неделю. И один из самых главных вопросов, что это не только частота, а это и определенный дискомфорт, вздутие живота, боли в животе. Плюс иногда бывает чувство неполного поражения кишечника. Иногда бывает чувство, которое возникает при дефекации, когда дефекация возможна только после натуживания. Так что эти симптомы очень разные, и все они вертятся вокруг действия кишечника. Поэтому и название происходит этого заболевания с синдромом раздраженного кишечника. Еще один очень интересный вопрос и длительность симптома. Считается, что диагноз этого заболевания ставится только в том случае, если эти симптомы протекают больше, чем 6 месяцев, то есть его нельзя поставить через неделю или через 2 недели от начала заболевания. И самое главное, они должны наблюдаться не менее 3 дней в месяц и в течение последнего 3 месяца. То есть определенная длительность, определенная частота симптомов должна присутствовать для того, чтобы поставить диагноз, точность диагноза синдрома раздраженного кишечника. И последний вопрос. Можно ли лечить это заболевание? Исходя от этих многосторонных факторов, наверное, неудивительно, что на сегодняшний день считается очень трудным вопросом найти точное лечение и найти лекарство, которое будет способствовать улучшению всех симптомов этого заболевания. Есть лекарство, которое способствует урежению частоты стула, есть лекарство, которое способствует уменьшению болей при дефекации, есть лекарство, которое способствует учащению, наоборот, в зависимости от группы заболевания действия кишечника, но сказать о том, что есть какая-то группа лекарств и сказать о том, что есть какое-то одно лекарство, которое действует на все симптомы, на сегодняшний день пока не представляется возможным. Самое главное, если это медикаментозное лечение, одним из самых важных вопросов эффективного лечения является длительность курса. Очень трудно представить какое-нибудь лекарство, которое можно давать в течение месяца или трех месяцев беспереривно. Поэтому самое главное найти те средства, которые можно давать в первую очередь как безопасные, учитывая длительность курса лечения, и в вторую очередь они должны быть эффективными. Так что на сегодняшний день считается, что та группа препаратов, которые можно применять, которые эффективны, которые безопасны, это препараты существуют, и они называются пробиотиками. Пробиотики, если найти смысл этого слова, это те дружественные бактерии, которые присутствуют в организме человека, которые способствуют нормальному действию кишечника. То есть пробиотики, те лекарства, которые содержат те бактерии и те вещества, которые способствуют нормализацию микрофлоры кишечника. Еще одна очень важная деталь. Если у вас есть какой-то пробиотик, он должен соответствовать определенному стандарту при применении при синдроме раздраженного кишечника. Стандарт на сегодняшний день это минимум 10 миллиардов полезных, хороших бактерий. И вторая очередь это определенный состав, который в сегодняшний день имеет точные доказательства, что их применение эффективно при синдроме раздраженного кишечника. И препарат, который сегодня считается тем препаратом, который отвечает всем этим требованиям, Этот препарат, который производится в Соединенных Штатах Америки, очень важный, один из самых серьезных лабораторий биотехнологических, которые входят в десятку лучших лабораторий мира. И этот лабораторий называется UAS. Это лаборатория, которая производит именно тот пробиотик, именно тот состав, который необходим для эффективного лечения больных с синдромом раздраженного кишечника. Мы говорим о препарате LactoG, который дневная доза при нормальной, при эффективном лечении составляет 10 миллиардов, и дневная доза этого препарата именно 10 миллиардов, если вы будете принимать 2 таблетки за один день. И еще второй важный вопрос, состав этого пробиотика. В составе LactoG входит бифидобактерий и входит лактобактерий. Это те 2 пробиотика, которые на сегодняшний день считаются теми пробиотиками, теми бактериями, которые способствуют, в первую очередь, уменьшению болей при дефекации, которые способствуют урегулированию действия кишечника и снимают тот дискомфорт, который считается для больных с этим синдромом одним из самых важных признаков этого заболевания. Так что, если суммировать все высказанное, при синдроме раздраженного кишечника, на сегодняшний день есть прекрасный выбор. Это препарат LactoG, который при применении в течение минимума 1 месяца, длительность лечения с 1 до 3 месяцев, имеется тем препаратом, можно назвать как тот препарат, который действует как на симптоме этого заболевания, и который улучшает качество жизни больных синдрома раздраженного кишечника. На сегодняшний день одним из самых перспективных и безопасных методов лечения синдрома раздраженного кишечника является применение пробиотиков. Пробиотики – это те микроорганизмы, те бактерии, которые составляют дружественную микрофлору кишечника, и при их назначении они урегулируют и способствуют урегулированию того главного фактора, который является причиной возникновения всех симптомов синдрома раздраженного кишечника. Самым важным вопросом является не только просто наличие пробиотиков, очень важным вопросом является количество тех бактерий, которые содержатся в пробиотиках, и качество, именно который пробиотик, которая, какая бактерия входит в этот состав. Лакту-Джи является тем препаратом, который соответствует и к дневному... Для получения положительного эффекта при лечении пробиотиками, необходимым фактором является длительность лечения. На сегодняшний день считается, что если вы хотите получить результат, если у вас поставлен диагноз синдрома раздраженного кишечника, длительность лечения должна быть минимум один месяц, и оптимальная длительность составляет с одного до трех месяцев. Это один вопрос. И второй очень важный вопрос касается состава пробиотика, именно какая бактерия, который штамм входит в состав пробиотика. Считается и установлено многочисленным исследованием, что на сегодняшний день две штамма пробиотиков являются самыми эффективными для лечения диареи, для лечения забора, для лечения болей во время идентификации, для лечения дискомфорта. Это те симптомы, которые являются самыми важными для всех больных, которые страдают синдромом раздраженного кишечника. И эти две бактерии, это лактобацилис и это бифидобактерия лактис. На сегодняшний день установлено, что пробиотики бифидобактерии инфантис и лактобактерии ацидофилис, это именно те пробиотики, которые действуют на все симптомы раздраженного кишечника. Самым важным вопросом является вопрос, где производятся эти пробиотики. Есть ли та лаборатория, которая производит пробиотики, лаборатория, которая соответствует всем мировым стандартам по производству этих препаратов. И надо отметить, что та американская лаборатория, которая производит эти пробиотики, пробиотики, которые входят в состав препарата лактоджи, на сегодняшний день входит в состав, в список тех лабораторий, тех биотехнологических лабораторий, которые рассматриваются как самые современные, самые надежные во всем мире. И еще один очень важный вопрос. Пробиотики, которые производятся в этой лаборатории, в этой американской лаборатории, в течение последних трех лет считаются самыми важными, и они завоевали очень много наград, как самые надежные пробиотики в Соединенных Штатах Америки. Так что, в заключении можно сказать, что если у вас есть заболевание, которое можно диагностировать как синдром раздраженного кишечника, помимо тех мероприятий, которые вам посоветует врач, это соблюдение диеты, соблюдение образа жизни и так далее и тому подобное, если у вас ставится вопрос о медикаментозном лечении, именно препараты ЛакТОДЖИ по своему составу, по своему количеству бактерий соответствуют тем требованиям, которые на сегодняшний день представляются к тем препаратам, которые можно принимать при лечении синдрома раздраженного кишечника. Дозировка – это две капсулы за один день. Еще раз хочу повторить, что это соответствует 10 миллиардов тех бактерий, которые необходимы, минимум 10 миллиардов, которые необходимы для эффективного лечения, а длительное лечение не меньше, чем 1 месяц. Продолжение следует...